И всем привет! Меня зовут Наташа Гром. Я очень рада видеть всех на своем канале. И у нас сегодня обещанное видео по поводу вопроса-ответа, который вы спрашивали у меня в ВКонтакте на личной странице. Либо вы отсылали сообщение в личку, либо вы отвечали под постом. И перед тем, как я буду отвечать на ваш вопрос, я решила, что пришло время рассказать про свой инстаграм, потому что я его очень долго скрывала. И вы ни в коем случае не удивляйтесь, что там такое маленькое количество подписчиков, потому что действительно я не рассказывала о нем. И об этом инстаграме знают буквально несколько человек, потому что это мои близкие друзья или родственники. И поэтому я, когда делала новый инстаграм, именно уже начиная снимать как блогер, я не стала вписывать его сюда на канал или еще что-то делать. Потому что я считала, что и это сделаю потом, попозже чуть-чуть. Но в итоге вот это потом, мне кажется, наступило именно сейчас, потому что мне хочется быть с вами максимально откровенной, насколько это возможно. Поэтому все фотографии там. Ссылка, конечно, будет в описании. Найти меня очень просто. Like, гром. То есть в одно слово. Like, ну как лайк пишется. И гром как по фамилии. Вот. Очень просто. Я специально делала такое простое, чтобы можно было его запомнить. Плюс у меня там есть имя, вы можете вбить в поиски в инстаграме Наташи Крома и выскочит мой аккаунт. И я сейчас хочу ответить на ваши вопросы, которые вы спрашивали в ВКонтакте. И, к сожалению, очень много одинаковых повторяющихся вопросов. Поэтому я думаю, что я их соединю в воде. И так как вопросов очень много, давайте сейчас быстренько приступим к этому. Потому что я очень боюсь, что видео будет очень длинным и оно очень сильно затянется. Посмотрите, какая прекрасная погода. Ну, Екатерина Табакова спрашивает. Твой родной город? Мой родной город это Москва. Я здесь родилась, выросла. Здесь выросли мои родители. Здесь выросли мои деды, прадеды. Короче, вот. Ну, а про таких, как я, говорят, кореномосквички, короче, вот. Анастасия Яковлева спрашивает. Передай мне привет, пожалуйста. Мастя, привет тебе. Во сколько лет ты купил айфон? Подождите. А, нет, это было 6 лет назад. Да, это было 6 лет назад. Как бы, вот. Следующий вопрос от Александра Стрюк. Передай им мне привет. Привет. И твоя любимая песня. Так. Любимая песня. Сейчас я его включу. Ну, это та, которая на данный момент, та, которая не выходит у меня с головы. Допустим, это будет такой вопрос, потому что у меня их очень много, реально. У меня их настолько много, что вы себе просто этого не представляете. У меня есть просто платные подписки на айфоне. Ну, Apple Music, короче, вот. И я там собираю себе целый плейлист. Ну, мне так удобнее просто, чтобы не лезть в контакт, потому что у меня не всегда сейчас получается нормально отвечать всем. Поэтому давайте пусть это будут две песни. Этот трек очень старый, и вы его, скорее всего, знаете. Это No Doubt, Hello Good. Давайте остановимся на еще одном треке. Lana Del Rey. Я даже этот трек выставляла у себя в ВК, потому что он мне так прям запал в душу еще и давно. Еще, по-моему, с 2016 года я первый раз его услышала, и это прям просто было нечто. Я его по кругу вот так вот... Ева Сипунова спрашивает, что ты думаешь по поводу ситуации с Настей Шпагиной? На самом деле это просто дичайшая ситуация, просто дичайшая. И я понимаю, что в этой ситуации мог оказаться любой человек, не обязательно, который был бы связан именно с пластической операцией, потому что, как вы знаете, что забыть что-то зашить может, в принципе... Ну, есть единичный процент врачей, которые забывали что-то в человеке, вот, когда зашивали. Это очень страшно. У меня была знакомая сестра, которая легла под нож, ну, там, не на пластику, а какая-то обычная рядовая операция. И забыли в человеке бинт. То есть, представляете, в принципе, пострадать от врача может любой человек. И то, как это случилось с Настей, просто это случилось на фоне пластики. И многие начали писать, что зачем ты это делаешь, зачем тебе это надо. Я считаю, что пластику и то, как ты хочешь менять что-то в своей внешности, человек выбирает сам. То есть, здесь никто никому не советчик. Если человек хочет сделать пластическую операцию, пусть делает, это его выбор, его, как бы, решение. Я ни в коем случае не осуждаю. Но то, как повел себя врач, то, как повел себя после операции, то, как все это накручивалось обороты, вся эта история, это, конечно, стрёмно. И вообще, это какой-то очень мутный чувак, абсолютно мутный. И мне кажется, что ему вообще нельзя никакими столовыми приборами даже пользоваться, если он настолько все плохо делает, и еще потом не отвечает за свои слова. Вы понимаете? То есть, насколько это странно. В шоке от того, как вообще развернулась эта история. Тем более, что Анугаев должен был понимать, что человек, она публичный, и сделать плохо ей, как бы, ну, это глупо, да, там, это все равно бы вылилось бы наружу в любом случае. То есть, человек бы не стал молчать. Тем более, что он блогер. Поэтому, вот, я надеюсь, он ответил на твой вопрос. Я просто слежу за Настей очень давно еще. Даже когда я не начинала снимать, когда она только, помните, ярко-ярко красилась, короче. Говорю, вот, вот с того момента я слежу за Настей, и мне интересно то, чем она занимается. Всегда, и всегда было интересно. И мне не все равно, что случилось. Я, на самом деле, за ней очень переживаю, хоть мы видимся только на фестивалях, и, ну, как бы, у нас нет такого общения. Но это жесть, ребят, серьезно. Я, честно говоря, в шоке. Полина Попо просит передать привет. Полина, привет тебе. Если бы так случилось, великаны пришли и начали крушить все вокруг, твои действия, что бы ты взяла? Наверное, я взяла бы волшебный меч, и начала бы великанам просто отрубать голову. Вот, в принципе, и вы, и все. Настя Сухопарова спрашивает. Настя Сухопарова просит передать привет. Привет, Настя. Какое качество для тебя самое главное в человеке? Ну, это такой, знаете, вопрос, наверное. Не может быть одного качества главного в человеке, чтобы вот именно сказать, там, например, открытость, да, или ум, или еще что-то. Мне кажется, что несколько качеств в человеке должны быть самыми главными. Это порядочность, доброта и, наверное, все-таки чувство такта я бы сюда бы к этому отнесла. То есть, в первую очередь, я даже не смотрю на внешность. Я начинаю слушать человека, что он говорит. То есть, прислушаться, делаю какие-то выводы. И вот эти вот качества я, да, наверное, скорее всего, я могу сказать, что я их отнесу к своему личному такому хит-параду. И это то, к чему я стремлюсь, чтобы о мне говорили хорошо, хотя я бываю еще... Че такое могу сказать? Вот, и я не об этом сейчас. И качество, поэтому, Настя, я думаю, что ответ на этот вопрос будет порядочность, вежливость, тактичность. Вот. Мне кажется, даже это составляющие умного человека тоже можно так вот переформулировать. Полина Швец спрашивает, передай мне, пожалуйста, привет. Привет, Полина. Если бы тебя отправили на остров, чтобы ты взяла три вещи? А вот пицца или суши? Это третий вопрос. Ну, ни для кого не секрет, что я люблю снимать. Поэтому, Полин, я думаю, что я взяла бы камеру. Сразу же камеру, короче, с нормальным аккумулятором таким, чтобы еще... Какой-нибудь чудо-переносной Wi-Fi, который бы поддерживал интернет, потому что без интернета я, честно говоря, не смогу. Ну, это несложно догадаться. Вот. И, блин, я, наверное, возьму Wi-Fi, ноутбук и камеру. А, нет, а телефон... Короче, нет, я проще возьму телефон с интернетом, камеру и тетрадь, потому что я очень люблю писать. Вот. Ответьте на этот вопрос вот так, вот таким вот образом, потому что я просто... Ну, я просто не знаю, что еще я могла бы взять, потому что у меня все здесь в телефоне. Ноутбук для монтажа, потому что я монтирую только на нормальных носителях, то есть без телефона, без ничего. Я просто не понимаю, как многие монтируют на телефоне, это же неудобно дико. Вот. И тетрадь. Что-то типа дневника, короче говоря, вот. Полина Маракуша. Вы меня простите, если я неправильно читаю фамилии, потому что я, честно говоря, ну, не знаю, кого как зовут. Тем более вы не писали, не говорили ничего по поводу, где ставить ударение, кроме одного человека, но я думаю, что его семью... Потому что там братцы строят, думаю, вопросы перенесутся, наверное, на следующий раз. Вы меня извините, потому что вопросов, реально, очень много. Полина Маракуша спрашивает. Передай привет. Привет, Полина. Как ты относишься к Саше Спилберг, Милене Чижовой и Мария Нерон? Так, ребята, обсуждайте. Вот, честно, не люблю за спинами, потому что мне всегда нравится говорить всё в лицо людям. Это правда. Но я просто хочу одну вещь сказать, что если вы просите, то я, конечно, отвечу. Начнём с Мария Нерон. Вообще нейтрально. Вот серьёзно. Я смотрю иногда её видео. Кстати, некоторые видео мне даже нравятся. Мне нравится её внешность. Мне нравится, как она выглядит. И я знаю, что в жизни она более спокойный человек. Она не такая вот, которая играет на камеру или что-то ещё делает. Поверьте мне, она более спокойный человек. Просто она такая вот добродушная. И это её чисто, как это сказать, такой образ, что ли, который она себя позиционирует, ведёт себя так. Ну, это её как бы блок. Поэтому она вот такая вот. Ну, это на самом деле прикольно. Я тоже люблю кривляться. Но я пока ещё до конца как бы здесь не раскрылась. Поэтому мне сложно что-либо говорить. Мне бы хотелось бы больше кривляться, конечно. Но, блин. Пока вот так, ребята. Пока вот так. Так, кто там был? Саша Спилберг. Во-первых, вы знаете, единственное, чему у неё можно поучиться, это к тому, что когда родители дают тебе очень-очень много денег, реально много денег, ты их отправляешь в правильное русло. Ты их не пропиваешь, не прокуриваешь, не тратишь там на какие-то глупости. Ты вкладываешь своё продвижение. Вот это мне очень нравится в Саше. Это очень правильная политика поведения, которая, как это сказать, она дала свои плоды. Понимаете, вот это вот модель поведения, которая показала успех. Причём успех не только для тебя. Я уверена, что она уже эти деньги отдала своим родителям, потому что Саша хорошо зарабатывает. Вот. И к Саше я тоже отношусь нейтрально, потому что, ну, а мне человек ничего плохого не сделал. За что-то хейтить её, как многие хейтят, я не знаю, я так не умею, понимаете. Я не могу так человека за глаза, ни за что, за ролики, например, хейт. А вот если человек говорит какие-то странные мысли, высказывает, и пытается погрузить в эти мысли других людей, и пытается направить, и пытается заставлять придерживаться своей точки зрения, навязываться или ещё что-то, как это делает Милена Чижова. Понимаете, когда вы ведёте публичную жизнь, вы должны отдавать себе отчёт не только в том, что вы снимаете, да, но и в том, что вы говорите, вы говорите в интервью, пишете в соцсетях, ещё что-то делаете. Я ни в коем случае не хочу осуждать Милену, но я считаю, что писать матом, когда тебя читают родители детей, сами дети, и вообще, как бы, люди, которые могут предложить тебе рекламу и какие-то деньги, это очень неправильно. На самом деле, мне очень понравилось видео Лариной, которое он выпустил по поводу Милены, и вы знаете, там есть доля правды, она очень большая, к сожалению, и мне даже как-то обидно, что маленькие девочки прислушиваются к тому, что говорит Милена, и делают так же, и повторяют так же. И эта модель поведения, она очень неправильная для того, чтобы это показывать именно на экранах мониторов, читать в Твиттере, читать в ВК, там, в Инстаграме, то есть иногда она очень по-хамски отвечает людям. Я видела не раз, как она очень грубо общалась с своими подписчиками. Одного не могу понять, блогеры, которые так делают, неужели вы не понимаете, что подписчики, грубо говоря, это ваше всё, что без них вас бы просто тупо не было. И, к сожалению, Милена тоже иногда этого не понимает. И я не раз уже на эту тему говорила, и у меня было интервью на радио, и я упомянула единственного блогера, к которому я как-то более, так скажем, не то, что нейтрально, а более негативно отношусь, и это была именно Милена, понимаете? Я знаю, что Милена раньше была другой, более нормальной, я её смотрела постоянно, и мне нравилось то, что она делает. Но даже не то, что она сделала со своим лицом, да, а то, какой посыл она даёт людям, вот это мне совсем как бы не очень нравится. И я бы не выставляла такое развратное поведение, наверное, скорее всего, потому что, во-первых, я более стеснительный человек, а во-вторых, ну не знаю, я как-то, знаете, я прекрасно понимаю, что меня смотрят дети. Если бы мой ребёнок смотрел вот такой вот, у меня бы были к нему вопросы, например, серьёзно, типа, что за фигня? Но я не хочу ни в коем случае как бы кого-то обижать, возможно, в жизни она совершенно другой человек, потому что я с ним никогда не общалась, я её ни разу в жизни не видела, ни разу не пересекалась даже на фестивалях. На прошлом Витфесте, когда это всё было, я приехала уже позже того, когда она выступала и раздавала, и у неё была автограф-сессия, когда она ходила ещё с гипсом на носу, и я тогда уехала. Я надеюсь, я ответила максимально честно на твой вопрос, без купюр, как бы, вот. Я надеюсь, он тебе понравился. Ответ. Следующий вопрос от Вари Поповой. Тебе нравится Бибер и его песни? Нравится Бибер в каком смысле? Как человек? Как мужчина? Я не знаю, мне реально. Песни? Песни? Я думаю, вы так всё сами поняли, да, я слушаю иногда Бибера. Особенно мне нравятся, знаете, его некоторые треки, когда он напоёт их вместе с дуэтами с кем-то, это так прикольно, ну, мне нравится. Так, я нашла ещё, знаете, что, ещё один вопрос. Очень, как бы, ну, просто девочка задала такой же вопрос, на который я уже ответила. Я поэтому хочу просто Алине Скоробогач сказать, что, Алина, я думаю, что ты задавала такой же вопрос с Настей по поводу Насты Шпагина. Я думаю, что ты получила уже ответ. В принципе, моё мнение по поводу этого не меняется. Врач, хирург, руки, ножницы — это жесть. Я думаю, что ты уже послушала моё мнение по поводу того, что я думаю, потому что очень много повторяющихся вопросов, и я их, к сожалению, увижу позже. Поэтому, Алина, я просто хочу передать тебе привет, и я, как бы, я прочитала этот вопрос и ответила, ну, чуть позже. Я думаю, сейчас я отвечу быстро на парочку таких более коротких вопросов, потому что я очень боюсь, что, когда я сниму второй выпуск, вторую часть по поводу вопрос-ответ, я боюсь, что я даже те вопросы не успею, потому что их реально очень много. Мария Волков спрашивает, просит передать привет. Маша, большой тебе привет. И вопросы такие. Твой любимый цвет? Хотела бы я покрасить волосы? И есть ли домашние животные? Если есть, то сними про них видео. Дорогая Маша, видео про домашних животных у меня есть, оно называется «Завела петуха», и там, не помню, что там дальше было, вот. Ты можешь посмотреть, оно, в принципе, недавно. Несколько видео на канале отмотай, и ты увидишь всё это. Мой любимый цвет? Я очень люблю яркие цвета, например, оранжевый. Нет, оранжевый я, наверное, скорее всего, больше не люблю. Жёлтый, типа такого, зелёный, синий, голубой красок. Останавливайся, пожалуй, на этом. И хотела бы покрасить волосы. Маша, ты знаешь, у меня один период жизни был постоянно, я постоянно красила волосы. Постоянно. И в какой-то момент я решила остановиться, потому что, ну, как-то мне их жалко было, тем более, они у меня такие мягкие, на самом деле. Или серьёзно вам говорю, и мне их так жалко красить. Но я думаю, что если будет какая-то возможность, я имею в виду, там, например, сделать пряди цветными, потому что я давно хотела себе цветные пряди. Я, конечно, это сделаю, потому что это просто прикольно. По поводу всей головы покраски я не знаю, и не хочу об этом говорить. Потому что загадывать не хочу, потому что всё может постараться поменяться. Как вы знаете, очень многие блогеры любят краситься постоянно, я имею в виду волосы. И я не хочу загадывать по этому поводу, поэтому скажу, что пока нет. Но, в принципе, в перспективе покраситься в какой-то цвет, да, мне хочется, почему нет. И, пожалуй, последний вопрос, просто последний. От Лидии Колосовой. Лида, я не знаю, просила ли ты привет, не просила, но, на всяком случае, тебе передам. Это несложно. Что ты делаешь, когда скучно, и какие-то планы на лето? Когда скучно... Вы знаете, у меня нет такого понятия, что мне, например, в данный момент скучно. У меня время настолько всё поделено, настолько мне не хватает этого самого времени, даже чтобы с вами пообщаться, что я не могу сказать, что мне, например, скучно там что-то, я сижу, ничего не делаю или смотрю фильмы. Нет, у меня просто идёт максимально плотный график, максимально плотный. Я только успеваю что-либо делать, вот. И я бы хотела так, наверное, ответить на этот вопрос, что делать, когда скучно. Наверное, я просто беру книгу и иду читать. Я очень много читаю, поэтому книги меня спасают. И говорить то, что у меня есть скука, я тоже не могу, я не могу грешить на свою жизнь, потому что у меня всё устраивает, серьёзно. И какие мои планы на лето? Вы знаете, у меня нет плана на лето, вот честно. Получится куда-то поехать? Отлично. Не получится, буду дальше снимать видео для Ютуба, пилить челленджи, как вы меня просили, вот. И рассказывать что-нибудь вам такое. Тем более, что видео у меня вот так вот, я просто не успеваю их выгружать, монтировать. Для меня это очень долгий процесс, не потому что я там криво делаю, потому что, ну вот, у меня вот так получается. Мне хочется максимально снимать видео, поэтому я думаю, что летом я буду просто снимать видосы. По возможности выезжать за город, если она такая будет возможность, то есть я не пропущу. У меня сорвалась поездка в Сочи, я очень хотела поехать поснимать вон там. И у меня сорвалась поездка в Питер на Витфест, я об этом уже вам говорила. Я вам об этом уже говорила, но, ребята, давайте жить тем, что есть. И гневить судьбу тоже я не буду. Как получается, так получается. Поэтому, мои любимые зрители, я ответила в этом блоке на вопросы вам. Я сразу хочу сказать, что те вопросы, которые не попали именно в этот выпуск, они как бы остаются на следующий. Поверьте, это не меняет отношение к вам. Я к вам ко всем хорошо отношусь. Просто они были более первыми, поэтому я на них ответила. Здесь как бы ничего такого нет. То есть нет такого, что типа вот я с этим человеком больше общаюсь, поэтому я отвечу, а с этим меньше. Нет, такого здесь нет. Я к вам ко всем очень хорошо отношусь. И по возможности каждого из вас я бы при встрече, конечно, бы обняла. Так что, если ты не подписан на канал, то подписывайся. Я всех очень вас люблю. Целую, крепко обнимаю. Всегда ваша Грома Наташа. Пока.